Представитель Беларуси Юра Демидович. Как нам сказали, только что мальчик не звезды. Это правда? Ну, меня спрашивают. Да, и у тебя спрашивают. Не надо, мне спрашивают. Надо у них спрашивать. Тебе нравится видеть, например, свое имя в прессе, фотографии, как-то печатать? Да, я так же не могу. Интервью. Уже устал, наверное, от многочисленных интервью по этому вопросу? Да, устал. Вот расскажи вообще, ты следила за детским Евровидением вот до того момента, как вот пришла идея выставляться на колоннессе. Только в прошлом году. А вот на национальных отборах какие-то были фабориты? Какие-то исполнители, которые нравились тебе на белорусских отборах? Ага, ну когда? Ну вот когда ты это смотрел. А когда я смотрел? Не в этом году, а вот до этого. По именам можешь назвать кого-нибудь? Ну вот три, о которых я вышла. Даша Алина и Карина, да? Да. Потом тоже Жигалкович, вот этот самый, Алеша. И еще там один с ним был. Ну, не с ним, а тоже когда вот он и пел. Тебе нравились в основном победители? Нет, когда он и пел. Когда Жигалкович, то есть Жигалкович хорошо вышел, а тот нет. Ну, тот не лил. А вот, например, Миша Лила, он же с тобой в одном? Да, в одном, но я не смотрел. Ты с ним знаком вообще? Я с ним знаком очень хорошо. Мы в одном поле живучимся, каждый день видимся, разговаривались. А вот я не видел, когда он приехал. Вскоре мы не видел. Когда он был на Евровидении, я не видел. А вот после Евровидения, вот Евровидение закончилось. Какие твои следующие планы? Что ты возвращаешь в школу, будешь заниматься музыкой, что ты будешь делать? Музыка будет, конечно. Ты хочешь вообще стать профессиональным музыкантом, да? Вот именно в какой области поп-музыка, рок-музыка, опера? Классика, опера, может быть что-то. Хочешь попробовать? Может даже и эстраду. Вот ты сам слушаешь музыку, отличается она той, которую ты поешь, от той, которую ты слушаешь? Или примерно одни и те же стили? И отличается мне, отличается. То есть я не классика слушаю, то, что я пою, и все. И слушаю то, что я люблю. Вот ты выступал уже на больших концертах. Или как, когда ты видишь большую аудиторию зрительскую, ты волнуешься вообще? Сначала да, но все равно, а потом все нормально. Вот как только зайду туда, всю жизнь волнует. А потом уже все проходит. На детском мировлении уже повыстретился с другими участниками, познакомился, подружился с кем-то? Да. Слышал другие песни, как вы, сам так уже? Да. Кто-то понравился, что вы можете кого-то назвать, выделите из других участников. Всех ваших. А вот если конкретно, кого-нибудь назвать? Нет, конкретно не хочу. Ну, в принципе, это для нас достаточно, вы, наверное, тоже торопитесь. Ну, смотрите, что хотите, нет? Смотрите, смотрите. Время еще есть. Про кролика я не хочу спрашивать по конкретной песне про кролика, потому что это уже... А если что-нибудь такое необычное про кролика, да? Необычное про кролика, почему у вас есть ушки кролика и нету хвостая кролика? В промо-продукции? В промо-продукции. Почему? В хвостах. Просто пришла идея волшебного кролика, не волшебного кролика. Дочка. Ну, мог бы, например, быть волшебный чеширский кот. Чеширский кот? Нет. Ты не похож на чеширский кот, да? Да, просто есть какая-то сказка, а если в стране ничего нет. Ну, в этом был чеширский кот. Он же тоже был волшебный, у него была улыбка волшебная. Но все началось с волшебного кролика. Правильно. Началось именно с кролика. Ну, не правда, ведь, а не все кто в двух странах чудес. А что ты про улыбку? Общенно точно. Стоит у лучшей чеширского кот. Где? Есть. А есть? У меня есть стране чудеса, у которого улыбка пропадала, который растворялся. Отрубите ему голову. А у него нет головы. А у него нет головы. У него только улыбка. У него только улыбка. Улыбка оставалась, помнишь? Улыбка чеширского кот. Да. А какие книги ты любишь читать вообще? Или ты не любишь вообще читать? Ну, например, вот что ты последнее прочитал? Последнее? Что я последнее прочитал? Сейчас сколько? Наверное, Война и мир. Все четыре тома? Да. Ну, да. Но не все хорошие вакуумы. В любом случае... Ты уже, например, мастер Маргарита, да? Тебе нравится какие-нибудь? Да не нравится. Не нравится? Нет, я так просто... Просто так? Просто так? Мне сказали прочитать в школе, и все. Вот я ее прочитала, написала. А Война и мир тоже просто так сказали в школе прочитать? Нет, ну, Война и мир... Ну, сказали, всем понравится. Но я ее прочитала. А что понравилось больше, Война или мир? Что? Война или мир больше понравились. То есть, Война или мир... Ну, да. Про что читать интереснее тебе? Про войну или про любовь, например? Про войну? Про любовь не интересно? Нет. То мне это не вдохновляет. Вот, например, у Лауры 10-летней есть boyfriend. А у тебя девушка есть? Что? Да. Подруга. А это слишком лично. Правильно. Нина. Хорошо. На этой прекрасной ноте мы все-таки надо закончить, потому что у нас радио-вторых тоже не речи. Спасибо. Спасибо, Юра. Спасибо. Спасибо. Да, все.